Мир всем! Приветствую, мои дорогие! Я сейчас вот еду сегодня 4 декабря 20 праздник Ведения во храм Престой Богородицы Я еду из храма Прочистился, исповедался В храме, где служит Верующий, не предавший Не предавший Христа Священник Вот И То, что навеяло Я хотел с вами как раз и пообщаться Немного Вы знаете Вспоминаю, что тот период Когда еще было все спокойно И священники Так сказать Слушают Своё начальство И сейчас Многое изменилось После встречи в Гаване После того, что происходит сейчас И в соседних республиках И то, что сейчас происходит у нас В стране И то, что происходит В медицине В образовании В нашей светской жизни В разных направлениях Священники молчат Но самое главное духовное, безусловно Священники молчат И вот как Какое Вот я думаю Какое право Вы имеете Вот Говорить Там Какие-то проповеди Отмечать Праздники Публично В должности Священника В звании Священника Это Это Не то, что там Лукаво Это непорядочно И самое грустное Что они понимают Это И тем не менее Продолжают Вести себя Как настоятели Как лирики Храмов И это Страшно Страшно Не только за них Нисколько за них Сколько за тех Прихожан Которые не хотят Думать своей головой Которые ведомы Они идут в погибель Это вот Первая мысль Вторая мысль О том, что Каин Семя Каина Побеждает К сожалению Побеждает Как это Непрескорбно Звучит Что я имею ввиду Семя Каина Я имею ввиду Что Грехи То, что Наши Так сказать Черное дно Наши Наша Так сказать Нелучшая Сторона Нашей личности Нашей души Торжествует Победу В большинстве Подавляющем Большинстве Населения Нашей планеты И нашей страны Мы все знаем Что Первые два Сына Адама И Евы И один из них Стал завидовать И Значит Убил И убил Сейчас не дают мне поговорить Вот Запах На запах Им надо срочно Сейчас ставлю на паузу Так Ну Запах Прошел Видите Тоже Вот тоже Лукавство Мы с вами Наблюдаем Тоже Лукавство Понимаете Не нет Что там Где-то Где плохая Дорога Стоять Они Стоят Вот Ищут Запахом Чтобы Наверное Ну это уже не будем расширять Когда Везде коррупция Везде интерес Значит И Так же дьявол И так же дьявол Мои дорогие Интерес Вот Недавно поехал Один мой знакомый священник Значит На Афон Повез Баночку икры Ну Там все-таки Эти Там постники Для них будет радость К его удивлению Значит Кому он там принес Не знаю Настоятелю Или еще кому Полностью Забитый холодильник И продуктами Питания Хорошими И алкоголем И прочее Вот Начиналось все это Десять лет назад Когда делали дороги Там Делали дороги Чтобы автобусы Пошли С большой земли На пароме И катались По Афону И так далее То же самое Вот сейчас Я проехал Недавно Ключ Гремячий Ботова Это источник Преподобного Сергия Радонежского Лет Двадцать назад Я На этой дороге Потерял Радиатор У меня У меня была Судзуки Гранд 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 Там дороги Не было И чтобы добраться До источника Это нужно было Очень сильно Попадеть А лучше Пешком Идти Нужно было Теневых Теневых Вот это Тоже Скат Понимаете Вот эти все Вот эти Вот тоже Это деньги Идут Опять же Опять же Куда-то Вот Мы молчим Нам отключают Свет Пробно Мы молчим И тем самым Соглашаемся На аферту Такое Понятие Есть В международном Праве Это договор Устный Устный договор Если ты Не противостоишь Тому Что твоего Ребенка Забрали Из детского Садика Увезли В невестном Направлении И ты Не пошел Его Забирать Поплакал Там И забыл Да То ты Согласен С этим С этим Договором И дальше Будут Забирать Если Вот сейчас На Украине В Киеве Тоже Отключают Свет Не только Кстати И в Германии Их тренируют Отключают Свет Просто Люди Молчат Сидят Так сказать Греются Кто как Может Да Вот Но молчат Значит Они согласны Это у нас Впереди По поводу Света По поводу Священников Тоже Значит Сейчас Есть Я вам Делюсь Как Слово не нравится Современная Но так Назовая Инсайдерская Информация Тайная Информация Владимир Михайлович Гундяев Который Называет Себя Как Он Называет Себя Патриархом Издал Циркуляр О том Чтобы Чаще Служили Католические И Мусульманские Священники На Приходах На Приходах Нашей Наших Храмов Захваченные Вот Бундяевым С Компанией И Действительно Появляются Католики Которые Просто Стоят Иногда Но они Даже Пока Не Исповедуют Дальше Будут Исповедовать Ну Говорящие На русском Музыке Конечно У нас Тоже Есть Католические Приходы С них Берут Вот Католические Костелы Мечети Вот То есть Рут То есть Русскоговорящие То есть Будут Стоять И Равины Опять же Оферта Это Если Вы Согласитесь Промолчите Значит Это Принимается Как Согласие Кстати Говоря На Ютубе Там Придумали Юзер И там Под названием Канал И там Цифры Это Оферта Если Вы В течение Там Осталась По-моему Неделя Если Вы Последняя Неделя Вы Не Называете Себя Человеческим Именем То Эти Там Узер И Там Цифры Прикрепляются Это Мой Запасной И основной Лопатер Евгений Матищ Поэтому Условно Наша Вина 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 В том Что Мы Позволили Себя Воспитать Этими Электричество Дома Встанут Всех Перегнали С деревень В большие Города Потому Что Невозможно Было Жить В деревне Я С вами Полностью Согласен Чтобы Жить В деревне Нужно Иметь Дотации Во всем Мире Это Дотационная Отрасль Невозможно Иметь Скотину И Когда Вот Это самое Сейчас Ты спашешь Поле И тебе У тебя Так сказать Какие-то Будут Прещения Я не знаю Уголовные Или еще Или административные Но Ты должен Подыхать Но Поле Которое Заросло Бурьяром И кустами Разделывать Ты не имеешь Права Чтобы посеять Там Пшеницу Рож Или Еще какую-то Культуру Для того Чтобы кормить Допустим Своих Свою корову И своих Там Несколько поросят А купить Надо иметь Деньги Чтобы купить Так что Это все С нашего Разрешения С нашего Произволения Все происходит И резюмируя Мое Мое к вам Обращение Сейчас я переверну Камеру Вот И Резюмируя Я могу вам Сказать о том Что Несмотря на то Что Господь Святая Троица Создала Вселенную Создала Нас Все Видимое И невидимое Но Она нам Дала Свободную Волю Самому Своему Лучшему Творению Человеку Дала Свободную Волю И Она Господь Не насилует Нас Не заставляет Мы для Него Любимое Детище Мы Сами Принимаем Решение Но Мы Хотим Вот Той Похоти Которую Нам Дает Князь Тьмы И Большинство Людей Выбирает Это От Того И Погибнет Почему По Порочествам Старцев И мы Видим Что Сейчас Все Это Более Ясно И яснее Яснее Происходит Выжить Неподготовленному Человеку Недумающему Разрозненному Не умеющему Договариваться Не умеющему Созидать Не имеющему Добродетелей В душе Практически Невозможно По поводу Спасения души Это Я не знаю Это не моя Компетенция Это компетенция Бога Страшного суда Вот А по поводу Физического Я могу вам сказать Поэтому Думайте Анализируйте Запоминайте Все что Я вот По любви К вам Мне ничего Не нужно Я это делаю Только по любви К вам Как делал Мой духовный Отец Протерей Василий Ермаков Он мне Привил Любовь К пастве Любовь Ну у меня Паства нету Я такой же Как и вы Любовь К людям Ну паства В том плане Что люди Думающие Люди Переживающие О самом Главном О святая Святых Это о своей Душе Поэтому Думайте Соображайте Время На покупку Нас На постройку Нету Осталось Только Время На покупку Не так Это дорого Не так Страшен Как его Малюют Вот В Ивановской Области За 50 тысяч Можно купить В разных Областях В Саратовской В Новгородской В Липецкой Старооскольской Везде Там И в 200 тысяч Из полгектара Земли Всякое есть Для начала Посмотрите На Авито Набираете Вологодская Область Допустим Купить дом Смотрите Предложения Цена Фотографии Количество Земли Условия Состояние Все есть Поэтому Я уже Вам все 20 раз Дорогие мои Все рассказал Все объяснил Вот Я переживаю За вас Надеюсь Что Выживших Будет больше Будем жить Дорогие мои Ваш Евгений Лопатин Редактор субтитров Корректор